всем привет привет меня зовут инна девочки пустые баночки декабря корзиночка полна моя коробочка начинаем знаете вот буду этот раз брать просто вот все подряд они начинают там зубы волосы вот просто подряд чтобы ничего не нарушать такую прекрасную композицию так вот самого верха у меня лежит жидкая соль вот такая вот жидкая соль мертвого моря от нашей белорусской компании vitex это аптечная косметика и соль была представлена ну прям панацея вот от всего тут написано что и как очищение кожи и антицеллюлитные средства и ванночка для руки ног и компрессы и в общем против прыщей и акне использовала я его в бане то есть на распаренное лицо кожу тела после скраба после того как поры откроются я наносила эту жидкую соль она действительно очень соленая и чувствовала что прям знаете особенно когда скрабом еще хорошенько так все пошелушишь и наносишь то соль прям тело начинало щипать ну я люблю когда вот что-то щипет горит мне кажется она тогда работает и действует но использовала поиграла попробовала ну не знак целлюлита нет у меня потому что никогда не было но я люблю вот эти банные штуки и люблю пользоваться ими и вы знаете вот если бы не баня наверное я бы не обратила на него внимание но пользовалась тоже не раз им и как ванночка вот для рук то есть я в перчатки в резиновое наливала вот это средство после маникюра засовывала туда рук и ходила 10 минут ну как бы она там все заживляла и размягчала и питала и все и так далее но для бани вот прям классная была что я вам покажу это от компании аптекарь вот такой спрей тоник для волос который якобы стимулирует рост волос защищает питает обеспечивать легкое расчесывание не требует смывания водой легкое расчесывание она не обеспечивает но я брызгаю на волосы всегда такие брызгалки потому что ну я верю что они спасают наши волосы после того как разобрала составы косметики теперь не верю в это то есть я теперь верю в то что скорее ну они разрушают наши волосы вот это средство действовало знаете как вода то есть если бы я в эту бутылочку набрала воды из-под крана и прыгать и брызгалась вот один в один был бы результат они и ощущения были бы те же ничего но там не облегчает ничего не там не предотвращает просто вот такая водичка никакого я не не испытала эффекта и ничего подобного о паста сразу попадается мне в руки блин что-то мне течет по ногам паста биомет девчонки обратите внимание пасты биомет это единственные пасты ну и скажем так из доступных которые имеют самый что ни на есть роскошный натуральный состав этими пастами можно пользоваться и детям я их любила года два назад или год я сделала открытие мне безумно вот кокосовая паста нравится я сейчас ее просто обожаю и после того когда узнала что эти пасты имеют натуральный состав я просто готова их пачками покупать роскошные классные пасты любила пользуюсь все супер очень нравится следующее блин что же течет ты там по ногам это масочка маска тряпочка вот такая вот корейская маска для лица уход и эластичность ну я такие маски тряпочки в принципе в основном использую в командировках но иногда и дома знаете корейские маски тряпочки это что-то это действительно ты снимаешь маску и у тебя лицо как у ребенка она нежная она ровная она знаете я самое вот требую что больше всего это не то чтобы она была мягким то есть ну мягкая так вот такой временный результат она не я очень люблю когда ровный тон кожи получается то есть когда на такое однородное когда она без какого-то купероза них не серые не какой-то пятнами то есть абсолютно ровное красивое лицо мне нравится маски тряпочки вообще в принципе а корейские и подавно так что вот ну люблю я маски дальше что я вам покажу это тоник от libiderm мицеллярный тоник который заявлен очищать и сужать поры успокаивать и увлажнять нормализует аж баланс и как бы когда мы уже полностью очищенное лицо убираем остатки тоником вот это этим мицеллярным тоником что вы думаете я не поленилась нашла его на сайте проверила состав я ужаснулась libiderm который кричат прям все там звезды телевизора до которые рекламируют в каждой передаче компанию libiderm оказалась довольно таки опасной косметикой мягко так скажу я его использовала как мицеллярную водичку то есть я не хотела чтобы я сделала протерла лицо тоником и он остался на мне то есть я прекрасно понимала что его нужно смыть потому что не хочу чтобы вот эти вот скапливались парабены и все остальное на моем лице я его использовала так как он мицеллярный то он прекрасно очищал макияж прекрасно очищала смывал глаза то есть я убирала ватными дисками ватными дисками всю косметику а потом смывала лицо водой и очищала лицо дальше поэтому я вам его не советую так дальше у меня лежит тадам классика жанра не вея вообще это крем ивана николаевича вот он полностью закончился ему пришлось мне выбрать из своих кремов какой-то другой крем потому что принципе то я его и добила когда мы едем в какую-то командировку особенности мы едем вдвоем мы берем вот этот крем и мне лично он заменяет ну штуки четыре наверно крема так это точно крем для лица крем под глаза крем для тела крем для рук вот он мне заменяет иван николаевич он даже заменяет крем на губы то есть он даже губы мажет как бальзам для губ вот этим кремом стандартный классический хороший крем не вея жирный вот как база для макияжа он великолепен просто но не знаю сейчас презентовала ему другой крем но вернемся мы книги или не вернемся я не знаю для мужику это вообще это просто один крем на все случаи жизни поэтому но меня он тоже спасал не раз поэтому только плюс этому следующее что мне попалось это вот такая вот маленькая миниатюрка от локситан это давайте правильно прочитаю очищающее масло для умывания она действительно работала как масло она не пенилась и я им умывалась по утрам такое шикарное было ощущение когда ты умылся когда я чувствую что лицо чистое и мне не надо чем-то дополнительно увлажнять это так сработало масло ну вы знаете у локситан вообще как бы и хорошие составы и это считается такой достойной косметики кстати где она произведена если я не ошибаюсь то это косметика французская до made in france девчонки поэтому кто любит локситан и пользуется только респект и респект и уважуха потому что косметика очень достойная с удовольствием пользовалась вот этим маслом так следующее что я беру давайте вам вот эти патчи покажу под глаза купила их у нас в миле потому что нужны были патчи и сейчас у меня нет патчи и прям беда беда блин без патчи очень сложно жить я вам хочу сказать здесь было 6 пар они были вот такой вот упаковочке хочу сказать хрень хренью полная но купила только потому что действительно не было вот кстати хорошо что снимают видео сегодня же закажу патчи какие-нибудь корейские и чем они плохие во первых они какие-то толстые и короткие то есть ты его налепливаешь и обычно корейский патч у себя вот такой прям шикарный на пол лица то вот этот какой-то под глаза вот что-то вот тут кусочек и вы знаете он сползает он настолько толстый что он не держится на листья на лице не прилипает он сползает и ты постоянно подправляешь его и ждешь минут 10 чтобы он хоть чуть-чуть подсох чтобы он прилип наконец-таки во второй минус того этих патчей то что он рвется то есть возьми ты его вот немножечко надави ногтем все он порвался но неудобные патчи скажем так за неимением ничего или за неимением лучшего купить их можно но только вот на какой-то пожарный случай не более того так следующую вам покажу пасту потому что уже належит по очереди которая даже не закончена это детская паста зубная жемчуг от компании от компании невская косметика я теперь после того как открыла вот эти вот пасты и после того как я прочитала что они для использования детей могут пользоваться им дети у меня вообще не стоит вопрос какую пасту купить ребенку вот этот пост он даже не смог закончить сначала знаете написано что она с ароматом дыни и арбуза хочу сказать аромат шикарный вот блин капец вот я сейчас нюхаю и я просто перенеслась куда-то в египет вот эти вот дыни и арбузы но она настолько химозная и неприятная он просто даже не мог ее держать во рту настолько ему было неприятно эта паста я сказал сынок выброси и не мучайся только в мои пустые баночки выброси поэтому не советую так дальше что у меня закончилось о лифделано белорусская наша компания и от лифделано у меня гиалуроновая сыворотка активатор девчонки прикол вот этой компании лифделано что ни на одном сайте нигде в интернете я не смогла найти состав этой косметики если любой другой я нахожу запросто то лифделано я не нашла и вот это вот сыворотка она шла вот так не в коробочке обычно ждал ну если не на бутылке то на коробке можно прочитать коробочки не было а здесь написано что гиалурон гиалуроновая сыворотка активатор все то есть я так понимаю что тут стопроцентная гиалуроновая сыворотка активатор не написан состав но насколько я знаю что лифделано оппозиционирует себя как косметику без парабенов потому что у нее маленькие сроки годности кстати вот кстати говоря мне даже интересно какой здесь срок годности вот видите тоже не могу почитать потому что но вот странно же правда а подождите открывать здесь подождите это вот не для девочки я нашла состав насчет на все узнаем так но что аква бесер беттол бетаин Содум, гликоль, метилпарабен, мать его, и пропилпарабен. Парабена содержатся. Та-да-да-да, мливдолана. Расстроилась, очень сильно расстроилась. Не содержатся ли силиконов и отдушки. И давайте посмотрим срок годности. Срока годности здесь не написано. Ну, хитро придумали, хитро, брау и бис. Сложно было мне догадаться. Но срока годности не написано. Вот, вот, серьезно, блин. Ну, как так, а? Ну, ладно. Но, вы знаете, я ей пользовалась под крем. В принципе, она не вызывала никаких... Ну, вы понимаете, та косметика, которая содержит ненатуральный состав, она не вызывает у вас никаких неприятных ощущений. Это нормальная косметика, которой мы пользуемся с удовольствием, которая увлажняет, которая там все поддерживает это у нас. Ну, зачем, блин, добавлять парабены? Неужели нельзя какой-то другой консервант добавить, который будет сохранять крем наш? Ну, мне не надо, чтобы он хранился 5 лет. Я понимаю, производителю надо, да, чтобы он лежал там на складе где-то 5 лет. Но не мне. Я им попользуюсь и выброшу эту бутылочку. Но пользовалась я им ежедневно под дневной и ночной крем. Допользовалась. Ну, я думаю, вы теперь знаете, куплю я это средство или нет. Покажу вам вот такую вот полоскалочку для рта сплат. Очень интересная, вот с таким дозатором, с пенопреобразователем от сплат. Вообще, такие штуки очень любит Иван Николаевич и мой сын. Вот они прям млеют. Вот особенно сыну, ну не дай почистить зубы, вот этой полоскалкой залил в рот, пополоскал, и типа все. С рта вкусно пахнет. Она очень ядреная, очень. Вот подержать во рту 5 секунд, это вот просто надо молитву прочитать перед тем, чтобы ее взять в рот. Но задумка прикольная, такая с таким дозатором, мне нравится. Так, следующее закончилось. Господи, тут еще очень много. Ой, ой, тут очень много. База под макияж от Илла Маска. Это такая гелевая миниатюрочка у меня была. Праймер под тональный крем. Великолепная вещь, мне она нравилась. Я ее пользовалась даже вместо увлажняющего крема. То есть я умылась, сразу нанесла этот праймер, и сразу же наношу тональный крем. Ну, Илла Маска, она и в Африке Илла Маска. Это шикарная косметика, я думаю, кто знает, тот знает. Еще нашла одну пасту. Я ее пользовалась, когда я еще не разбирала никакие составы. В принципе, тут я бы и не разобрала, потому что это корейская зубная паста, вот такая вот черная, с углем, с какими-то ягодами. Ну, знаете, Корея, в общем, рулит. Здесь вообще ничего не написано. Я ее, кстати говоря, купила в Евроопте. И вот просто я всегда покупаю что-то такое интересное. Раньше покупала, сейчас я избирательно к этому отношусь. Вот она лежала в Евроопте, и мне показалась такой интересной, с хорошей ценой, прикольной пастой, поэтому я купила. Паста по ощущениям, по использованию великолепная, но, естественно, больше не куплю ее. Крем для лица. Крем для лица от Алгоритм. Вот такая вот миниатюрочка маленькая. Ну, девчонки, добиваю сейчас потихоньку миниатюрки, потому что, знаете, я, с одной стороны, люблю их копить, потому что их много, они такие классные. Я открываю ящичек, начинаю там перебирать, играться, читать. Но, с другой стороны, блин, ну куда надо же пользоваться, а не собирать коллекцию косметики, тем более такой, которой действительно нужно пользоваться. Поэтому вот добиваю сейчас. Очень такой силиконистый, очень силиконистый крем. Так, закончилась у меня база под тени от Reluie. Великолепная вещь, шикарная вещь. Я ей ставлю твердую десятку. Очень мне нравится. Мне даже, знаете, что нравится? То, что она краткосрочная такая. То есть, этого тюбика хватает на месяц ежедневного использования, а не на полжизни, как это в некоторых. Поэтому не нужно делать огромные такие вот тюбики. Попользовался хорошо, все, уже вот заюзлась, стала грязная, неудобная. То есть, купил новую и радуйся жизни дальше. Великолепная вещь, основа под тени. Всем советую от Reluie. Так, господи, тут еще много чего. Ой, закончился наконец-то мой блеск для губ. Это лаковая, называется лаковая помада, наверное. Блеск для губ от Reluie. Ну, это лаковая помада, по-моему, она называется так. Шикарная просто. Вот блеск для губ той консистенции, которой я обожаю. У меня в оттеночке 0,8 был. Единственный минус, очень неудобная щеточка. Настолько маленькая, настолько неудобная, что ей просто, понимаете, я люблю спонжи. Ты макнул и спонжем просто хорошенько намазал губу. Тут же нужно вот так вот по кусочкам это красить, потом по верхней, неудобная кисть, но блеск для губ великолепный. Это действительно плотная, дорогая, красивая, очень классно смотрится на губах. Такая лаковая, глянцевая, стеклянная такая помада. Не знаю, как еще описать. Мне понравилось очень. Достану вот это средство. Это такой пахучка, вонючка для дома. Покупала ее в фикс прайсе. Вот все время, пока показывала вам косметику, она мне очень приятно пахла. Знаете, она пахнет вот так вот сблизи. Если вот так вот, то она пахнет. Вот так вот она уже нифига не пахнет. Она очень приятная. Такой тонкий, очень такой французский аромат. По-моему, ваниль. Я ставлю такие штуки всегда в прихожей, чтобы когда открываешь дверь, и мне вот этот аромат бросался, сразу бил в нос такой легкий. Но он не бил. Он у меня стоял вот на таком уровне там на полочке, на боковой. И когда я подходила мимо, шла этой полочке, мне пахло. Но вот так вот она уже не пахла ни в коем случае. Поэтому, ну, фикс прайс. Как говорится, грех обижаться на фикс прайс. Так, я уже вся вымазана в кремах, во всем. Так, выбрасываю Ивсен Лоран. Это у меня миниатюрка туши от Ивсен Лоран. Девчонки, на плохих ресницах можно ею красить. То есть, хуже она их уже не сделает. Ну, а лучше их не сделает вообще ничто и никто. На хороших, роскошных ресницах я ее не советую. Она их просто ухандохает просто. Она их слепит. И более того, я вам скажу, хочу сказать, это первая тушь миниатюрки, которой мне не хватило даже на месяц. Обычно миниатюры у меня хватает на 2-3 месяца. Здесь мне даже на месяц не хватило. То есть, я уже там наворачивала, даже, по-моему, я уже в конце месяца взяла и новую тушь. Мне не понравилась она и не понравилось то, что она быстро закончилась. Еще закончились у меня две миниатюрочки. Видите, как я классно добила в этом месяце? Вот такие вот два натуральных кремика. Один от Вилета. Кстати, к слову говоря, когда-то я показала, это натуральная косметика Вилета, такая качественная, дорогая, хорошая косметика. И раньше я ее показывала и говорила, фу, с таким запахом, ой, нет, нет, нет. Сейчас я по-другому ощущаю эти натуральные запахи. Мне кажется, это самые прекрасные запахи в мире. И с удовольствием бы пользовалась этой косметикой. Она натуральная, она хорошая, она работающая. Ну да, неприятный запах, потому что без добавок, без парфюмов, без всего вот этого. Но нужно выбирать нам. Или быть красивыми и здоровыми, или вкусно пахнул, чтоб крем. Поэтому вот такую миниатюрочку добила. И крем от Nao Bay, по-моему, называется. Ну, в принципе, это вам так сильно никакой информации не дам, потому что миниатюрочка. Тоже натуральный, органический крем, матирующий крем. Я его использовала как дневной, вот этот как ночной, потому что он более жирный. Закончила и все. Так, ну и у меня куча еще. Ой, какая я молодец была в декабре месяце, сколько всего закончила. Потом вам так вот быстренько пробегу, покажу. Так, смотрите. А, это еще не все. Это я еще что брала в командировку и выбросила там, не стала уже везти какие-то. Вот такие вот масочки Dr. Jart. Вот такие вот одноразовые миниатюрочки. Отличные маски. Кстати, тоже натуральная косметика. Очень вкусно пахнет хвоей, таким розмарином. Вот знаете, вот это вот нормальный запах, когда пахнет хвоей. Причем здесь без добавок. Это натуральный запах хвои. А не какой-то там экстракт. Маски отличные. Супер маски. Супер. Это несмываемые масочки. Так, следующее, что я вам покажу, это сыворотка, такая бальзам от Ивроше. Таких вот мне миниатюрочек хватает на 2-3 раза кремов. Ну, я их просто вот действительно добила, потому что, ну, чтобы не собирать. Второй вот такой от Ивроше закончила. Поэтому даже ничего вам не скажу по этому поводу. Праймер для век от Nars. Здесь было так мало, что у меня, вот если бы на самом деле вот таким праймером, я думала, буду пользоваться месяц, вот честно говоря. Потому что вот этот праймер от Urban Decay именно месяц у меня и прослужил. Вот без пару дней. А вот этот, наверное, на 3-4 раза. Так, от Ивроше еще закончилась вот такая вот миниатюрочка тоже. Не миниатюрка, а пробник тоже матирующий такой гель. И от Clorance база Comfort. Вот такая вот улучшающая цвет лица, выравнивающая, в общем, моментального прям действия. Все, ура, ура, ура. Я такая молодец, добила банки и начинаю новый январь с новых банок. Видите, сколько у меня их, вот я показывала и составляла все сюда, вот, 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 прям целая, целая куча у меня на подоконнике вот этих банок. Ну, молодец я, вот я ставлю себе цель добивать и добиваю. Вот представьте, насколько стало у меня меньше, да, вот зачем было вот это копить, где-то половинка, где-то там еще меньше. Попользовался и открыл что-то другое. А вот так вот, девчонки, так что, где тут я? Спасибо, что посмотрели меня, обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться и дружить. Всем пока!